Всем огромный привет! Сегодня 24 ноября, День Матери, и мы приехали к моей мамулечке! Поздравлять! Всех матерей с Днём Матери! Всем здоровья, счастья, любви, всего самого наилучшего! Так что мы сейчас ждём гостей и будем отмечать праздник. Мамуль у меня, как всегда, хозяюшка, рукодельница. Уже наготовила с утра такой шикарный стол. Сейчас мы будем обедать. Здесь булочки с сосиской, да, мам? Да. Селёдка под шубой. Мой любимый салатик. А это крабовый салатик. Его я тоже люблю. А это что, мам? Это лечо. Здесь помидорка и болгарский перец. И всё? Всё. Ах, беляши! Мы их прям заказывали. Давно ждали. И пирожки с картошкой. Самые лучшие беляши, которые мамы печёт. Ням-ням. Да. Сегодня будет праздник живота ещё. Пирожки с картошкой. Виноградик. Так что всех поздравляем! Всем здоровья, любви и радостей! Посмотрим подарочки. Ты-рын-тын-тын. Что нам уже пицца там? Давай фотографироваться. Где мы что будем фоткать? Время уже 6 часов. Мы сейчас приехали домой. Нам ещё с Олесей нужно сделать новогоднюю поделку на завтра в школу. Мама тут дала нам вкусняшек. Беляши, пирожки с собой. Варенье с абрикосовой. Очень вкусное. Ещё мы заезжали сейчас с Олесей в фикс прайс и в аптеку. У Олеси побаливает горло. Я боюсь, как бы мы не разболелись. Для лечения инфекции горла купили вот это впервые такое лекарство. Будем пробовать. У Олеси пирожит в горле. Она подкашливает. Не знаю, возможно, даже завтра и не пойдём в школу. Потом глицин для хорошего сна. Краски для лица и тела. Будем делать такой макияж-грим. Ну и скоро день рождения ещё. Вот. Потом, Олесе, я сейчас буду вырезать стельки. Вот такие вот термостельки. Зимние, тёплые. Зимние сапоги. Надо утепляться. За 55 рублей. Это в фикс прайсе. Ещё Олесе взяла вот такой вот лизун. Покажи крышку. И ещё у меня очень плохая новость. Сейчас расскажу, какая. Лизун прикольный такой. Он, кстати, не липнет к рукам. А выглядит, как будто такой жидкий он. И ещё он такой перламутровый. С блёстками. Ну, короче, по консистенции такой, знаете, типа антистресс. Очень приятный. А, он ещё и ароматизированный. Чем пахнет, Олесе? Угу. Так, какие плохие новости? Прям вообще. Жмут блогеров со всех сторон, что называется. Вели новый закон США. И теперь нельзя показывать детей видео. И вообще, будет очень много ограничений на детский контент. Даже просто, где даже дети участвуют. Видео снимут монетизацию со многих видео. Кстати, с моих старых видео уже со многих сняли монетизацию. И плюс отключили комментарии. Вот, я боюсь, что и на моём канале отключат и комменты монетизацию. Поэтому пока время на Олесе в кадре не будет. Вот. Очень печально. Но в инстаграме я буду её теперь намного чаще снимать. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Флешка 89. Вот, всем рада. Прикольная штука. У нас этих лизунов было очень много разных. И слаймов. Но они все недолговечные. То есть, ну, на 5 дней. И потом уже они в негодное состояние, так сказать, приходят. Сейчас будем делать поделку в школу. А ещё нам, кстати, рисунок тоже надо сделать. Новогодний. А зачем рисунок? И повесить там в классе. Будет выставка. По поводу Дня Матери, что ещё хочется пожелать всем, опять же таки повторюсь, здоровья, любви, позитива, добра и всего наилучшего. Чтобы детки вас радовали. И знаете, вообще мир женщины полностью меняется с появлением ребёнка. Всё вообще. И ценности другие. Жизнь до ребёнка – это одна. Жизнь после – это другая. Это огромная ответственность. И это работа 24 на 7. Без выходных, без отпусков. И что такое быть мамой, пойму только те девушки, у которых есть дети. Это именно нужно прочувствовать всё на себе. Всю эту боль и радость. У этого лизуна очень прикольная такая консистенция приятная. Мы сколько раз пробовали делать сами этих лизунов, всё равно получается не так, да? Не знаю, какой-то там есть секретный ингредиент. По поводу Ютуба в России его уже хотели закрыть очень давно, пытались. Но пока не закрыли, поэтому будем радоваться и наслаждаться, пока он существует. Свобода слова, свобода мысли. И ещё последние новости из школы такие, что у нас там появились два агитатора-агрессора. Так сказать, два мальчика, которые очень плохо себя ведут, неадекватным даже. Они детей бьют и обижают. И даже учителя не могут с ними справиться. Родители подавно. Поэтому сейчас у нас там решается этот вопрос, что делать с этими обидчиками в классе и как правильно поступить. Это очень сложный вопрос. Потому что дети некоторые очень злые, агрессивные и очень сильно влияют таким плохим поведением на других детей. Ну и в итоге мы сделали вот такую поделку. Дед Меррюс. А это ватные диски. Вот. У нас украшения в классе. Всё в серебристо-синим цвете. Вот. Это как раз, чтобы в тему подходило. Вот такая вот получилась у нас поделка. А ещё на днях была в Ревгош. Там была тоже «Чёрная пятница». Скидки 50%. Вот. Мне нравится такой шампунь. Роскоши 6 масел. Лёгкий, питательный шампунь. Запах у него просто невероятно обалденный. И любимое масло. Восстанавливающее купила. Вот такое я очень люблю. У него просто приятнейший аромат. Просто масло. Must have. Это масло восстанавливает текущиеся кончики. Интенсивно питает. Без утяжеления. То есть я наношу это масло на чистые волосы. Просто эффект мне очень нравится. У кого уже есть новогоднее настроение? Кстати, везде уже всё украшено. Ёлки везде поставили. Почти везде.